всем привет с вами тет самый креативный протос снг самый сильнейший протос возможно где-то там поэтому смотрим смотрим мою новую гениальную сверх секретную разработку ребята это стратегия протоса против зерга это это вам понравится я прям вам гарантирую гарантирую потому что идея супер шикарная такое еще никто никогда не делал не исполнял поэтому смотрим 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 начало собственно как всегда до начала всем известная и он гейт газ мы идем смотрим что есть хата значит все нормально значит нас не чизят и мы можем играть оставим второй nexus мы ставим кибернетку ждем 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 второй газ пилон и здесь начинаются наши фишечки делаем stalker варп и как вы знаете обычно мы идем старгейт зачем мы идем старгейт мы идем старгейт для того чтобы у нас был контроль над оверлордами но это не так критично самом деле их всегда можно потом убить ну или как бы иногда ничего страшного что он здесь висит вот но самое главное мы идем старгейт потому что у зерга ничего по воздуху не бьет в атаке до пятой минуты то есть на пятой минуте уже королевы могут прилететь до 5 нет и старгейтовые юниты которые летают могут помочь занять третью и чтобы все это делать обычно мы ставим батарейку но не в этой игре посмотрите в этой игре я беру и в стенку ставлю twilight очень рано да то есть вторая минута двадцать восьмая секунда после stalker и после кибернетки twilight только потом батарейка пошла то есть немножко опасно вот на этих первых секундах но в целом нормально редко нужна батарейка прям 2.40 обязательно с интрю заказываем и он оверлордом пришел искать наши технологии мы идем убивать оверлорда но мы же как бы не глупые мы знаем что сейчас забегут собаки и поэтому здесь пробочку и на холд пробочку мы ставим смотрите оверлорд идет возвращаться знает что в стенке никого нету пробегают собаки естественно батарейка достраивается ровных моментов как собаки готовы забежать и он понимает что ладно тут не пройти можно погрызть хоть что-нибудь но мы его прогоняем мы его прогоняем зачем мы ставили такой ранний twilight и сейчас в нем ничего не делаем все очень просто посмотрите у нас тут идет даркшрайн даркшайн два газа то что дарки дорогие по газу и это самый быстрый даркшрайн против зерга который вы когда-либо могли сделать это очень быстро даркшайн и много олдов сейчас скажут о так это же дроп дарков но нет 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 это не дроп дарков дроп дарков сейчас отбивает каждый кому не лень потому что все знают этот билл все знают что им там надо 9 тараканов и аверсиры и они спокойно отбиваются от дропа дарков здесь забегает еще один эверлорд он конечно был не предусмотрен и он узнает что у нас дракшайн это еще один нюанс дропа дарков да его очень легко разведать и на данный момент если он разведывает как бы дроп дарков и начинает к нему готовится понимаете как бы какая ситуация получается что мы вроде бы делаем классный билд но соперник на сто процентов готов его отбить без потерь большинстве случаев по этой причине у нас вот такой секретный билд у нас три гейта и это билд трех быстрых дарков называется три быстрых даркам эти 430 мы их варпаем у себя но ведь мы могли если бы играли дроп дарков варпы 4 дарка у соперника как зачем это играть и очень просто это совсем другая стратегия это совсем другая стратегия и мы они нам для другого они идут и помогают нам занять третью базу вот такая вот такая вот фишечка но в новшество до 3 дарка помогают забрать третью базу но это не просто билд в трех дарков они здесь будут стоять караулить что что если зерлинги прибегут собственно нужно будет защищаться вот параллельно с этим мы строим пробок 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 обязательно роба строим и как только гейты у нас готовы мы делаем варп еще трех дарков ребята еще три дарка смотрите раз два три и мы этих трех дарков отправляем в какое-то место после третьей или четвертой базы зерга то есть где-то здесь они будут стоять и готовится напасть на эту базу временем эти все еще защищают и ближайшее время ребята ближайшее время варпаем еще три дарка это 9 дарков вот так вот называется билд 9 дарков как только мы вышли в 9 дарков из 3 гейтов и роба мы ими бежим в атаку то есть соперник сейчас не может нормально напасть на нас но что у зерга как я говорю проблемы с аверсирами на этих таймингах и он просто не может дарков никак наказать сейчас в атаке нужно домой бежать под спорки бежать защиту здесь дарки встречают зерлингов он понимает что беда и наша цель всеми дарками напасть в разные места то есть желательно чтобы какие-то дарки пробежали забежали на main какие-то сюда какие-то сюда что еще можно было сделать вам скажу можно было вообще схитрить и если бы он не видел конечно тарк шрайна можно было попробовать даже если принципе видел можно было попробовать вот сюда и пробежать и первых трех дарков отправить вот сюда стоять чтобы напасть на три базы прям вообще одновременно жестко вот но при любом раскладе они как бы свою миссию выполнили и что самое интересное понимать соперник сейчас ждет ждет нашей атаки он готовится он сидит дома мы не идем в этом суде рк должен готовиться к таки это но атаки нету атаки нету и он такой расслабляется и думает ладно я пойду в атаку раз атаки нету видит здесь дарков такой ладно ладно он все еще защищается понимаете он отстает от нас по пробкам это макро билд а у нас на 6 минуте ребята 6 минута полная экономика на третьей базе зерк такой в тф начинает да он не понимает что происходит он пытается отловить здесь дарков отловить здесь дарков дарки бегут отовсюду дарки бегут убивать ему третью и это вот просто мега отвлечение то есть вот эти дарки сейчас должны как можно больше времени выиграть чтобы к нам не шли в контратаку потому что здесь я делаю наглое наглое решение конечно же оставлю две фаржи и роба бэй 2 фаржи это многовато лучше обойтись одной конечно же но как говорится можем себе вроде бы позволить немножко похаляясь конечно я понимаю что ну на данный момент юнитов у нас немного и нужно хотя бы как-то реализовывать статическую оборону то есть оставлю фатонки оставлю батарейки я заказываю дарков варпаем все что можем то есть все что можем мы делаем а зерк понял блин что-то я отстаю и надо идти в атаку идет идет массированную просто атаку атака ребята будет серьезная атака будет серьезная и атака уже идет атака идет смотрите идут идут врачи и кажется что нечем отбиваться но нет мы просто ждем его отсюда и у нас есть секретное оружие секретное оружие которое стоит тут это просто то что спасет нам игру конечно же если попадет и заплетит убивает трех рачей три рача погибло дальше под батарейками под конечно же фатонками зерк не может сражаться он понимает что ему тяжело и раконов тоже не пробить и он вынужден отступить а мы что а мы что ребят а мы делаем колоссов мы делаем блин делаем амгрейд то есть нас вообще все хорошо а все прям мега круто или мы просто трех баз готовы встречать любой стороны атаку у нас везде есть юниты мы везде все видим мы нанесли урон мы испугали зерга заняли третью и раскачали полную экономику на шестой минуте и теперь мы готовы идти в атаку идти в атаку мы делаем плюс 2 на атаку плюс 2 на защиту в грейд на колоссов нас куча сталкеров у нас три архона на связи зелки у нас есть дизраптор и это идет жесточайшая атака параллельно с этим можно конечно занять четвертую базу но зачем зачем нам занимать четвертую базу если мы готовы идти и крушить зерга мы поднимаемся зерк конечно понимает что здесь ловить нечего что это просто мощнейшая армия пытается забежать сюда но сюда не забежать потому что здесь две фотонки у нас все в защите пытается забежать сюда и сюда не забежать и он понимает что эта игра проиграна вот такая вот креативнейшая стратегия надеюсь ребята она вам понравилась надеюсь вы поставите лайк подпишитесь а с вами был пет до новых встреч пока